Читая стихи русских поэтов, начиная с 18 века и по наши дни, упор делая на региональных поэтов, знакомых, незнакомых, всегда хочется и почитать, и, наверное, и послушать хорошие стихи, о которых вы даже не знали. Слушайте. Князев Сергей Александрович, Московская область, город Подольск. Глубиною крестьянского рода не словословься душа. На Руси не осталось народа, ворон с вороном грает. Шурша поля переметными крыльями злыми, ходит праведник, как струфиан в круге тайных бесед со святыми. В государстве, славян, что с того, что ни грома оваций, ни людского тупого труда? Города, эти кладбища наций, я не любил никогда. Что с того, что я видел святыни, если бы простал сердце, как ковш? Если предал я дух благостыни, на кого я похож? Хуже Каина, хуже Иуды, хуже ангелов, падших в огне. Наши царства, предавшие люди, пребывают во мне. Пребывают во мне, копошатся, произносят тупые слова, но дрожат пред молитвой старца. Вся Россия сейчас такова. И снова всплывет картина, висит в уголке икона, и бабушка бьет поклоны во имя отца и сына. Я слушаю октябренок и думаю, слышать стыдно. А бабушка заклинала, колени не разгибая, слезинка с лица слетала, а следом за ней другая. Я знал, что она глухая. Я знал, что когда-то стала вдовой, и святого духа продолжит. Вот она молится, и печка жужжит, как муха, заснуя и сладко спится. А нынче, не те ночевья, чуть лягу, всплывет картина. Зачем я живу? Зачем я? А кто-то все шепчет в ухо. Во имя отца и сына, святого духа. В душе твоей авось да отзовется, строка другая слов моих не злых. Задумаешься, так ли сердце бьется? Не так. Оно как в сеть попало в стих. Так странно, за корючка, за кавычка, сухое сверлышко блестящих слов. А как легко рифмуется привычка. И рифмой стать старается любовь.